О, все уже, да? Стоит отметить, забавная такая процедура, как времяпрепровождение, как хобби. Но не мое, не хуйня. Вот мне нравится больше вот чай с шоколадками попить, видишь? Приездом нам! А что там, ты не выйдешь, что ли? Нет. Вот так. Я, б***ь, я прыгал, б***ь. Иди, попрыгай, там теперь, да. На самом деле, говорит, тут, хуйня, машина только вот так, поврюхай, б***ь. Че ты там, б***ь, плетешь носки из этих тросов, нахуй, иди лопату бери, б***ь. А шансов, что мы отсюда выберемся, пока ноль. Всегда есть шанс, что у тебя такой братан, который говорит, давай хуйня, вот там тормил вакон, нахуй. Пацаны, мы подумали, может быть, вы и правы были насчет того, что не стоит на этом автомобиле ехать на вопрос. Но, с другой стороны, это же безумно весело. Как сказал Даня, че так намело, намело что-то тут. Ебаный брат. О, динь-динь-динь. И стал. Дальше, как мы. Поехали, конечно, на Уфс Роуд. Смотрите. Мы тут уже роем, нахуй, говорит, часа два. Пока все нравится. Очень интересно. Это вот там одна машина, он сидит на горе. А он там, вааа, вторая. Куча пизда, а что только вертолетом. Ну, Дэн не унывает. Вдруг откуда не возьмись. Приехал мужик с соседней деревни, соответственно, увидел, что ведутся какие-то раскопки. Приехал, говорит, а что здесь на Курашу роете-то. Мы, естественно, пошутили, что ищем закладку. Б***ь, это нравится. Устали пальцы, которые копать, нахуй, звезды. На полном. Причем, знаешь, мы тут конкретно въебались, и Пашка на пятерке приехал. Так, говорю, типа, а что ты, вот это застряли, пацаны. На пяти фоне вообще все, говорит, объездил уже, круто. Данин, все, как? Приехал. Я понял, что, короче, без ребенка вообще делать некуда. Так, я забуксовал, все, пизда. Куда не то же первый его фронт. И последний, и последний. Там Уазик дал этот, б***ь, хозяин номер телефона. Говорит, пацаны, если что, звоните тут рядом. Приехал, думаю, мужик, на холодец, понял, б***ь, съел все. Доброе дело сделал, парней, спаслоточки, хряпнул. Стоп, очки, пахнет тут мы. И все, он говорит, пацаны, уже никак, б***ь. Мы в говне, б***ь, вот так, б***ь, лопата слова. Он еще, кстати, от денег отказался. Я ему говорю, типа, там на бензинчик, пивчик, вот вон там подарочек. Не-не-не-не. Он у него на газу, и он трезвый, б***ь. Я бы сказал, что для стоковой Мазды эта тачка прям еще и прет пиздец по бездорожью, как себя. Ну, по бездорожью, по снегу. Да, по-своему, это две разные вещи, конечно. Блокировки все работают, все хорошо. Ну, за исключением спуска вниз, б***ь, где снега вот так попозже. Там уже, как бы, да, не вариант. На самом деле, вот отсюда это выглядит еще эпичнее, понимаешь? Да я тебе говорю, это просто жесть. Есть ощущение, знаешь, как будто мужик ехал на грейдере, пьяный, уснул. Да-да-да. Вы понимаете, мы это все лопатами выкупали. А этот парень, который приехал, то я пришел. А нахуя, почему вы вниз докопаете? Он был такие, действительно, а нахуя мы вниз копаем? Но Даня был твердо убежден в том, что если мы докопаем вот до конца. Да, до тех домов, с вами. Годом, годом пройдем. Хотя мне кажется, что пиздец, это вообще было бы невозможно. Да, елки-пал. Почему вы как печи, блядь? Да ну стыдно уже нам. В городе спрашивают, почему у вас канал на YouTube есть? Да, сколько подписчиков? Да, есть. Вау, 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 есть, блядь. Вы просто посмотрите на это, блядь. Чтобы вы понимали, как это работает. И вот так 6 тысяч раз, блядь. Ну я уж не знаю. По-моему, мы оправдали оброводные надежды как минимум только вот этим моментом. Уехать тут есть куда вниз. Вот так, типа, удобно наклоняться. В принципе, в принципе, нормально тачка. На ногти хочется ехать, понимаешь? Сейчас должна прийти на Сбербанк тысяча, еще и на ресницы ебану. Ну что, блядь, пристегнуться сейчас надо, эти вот машины ваши, блядь, модные. Ой, сейчас где-то улыбнулся один Давид, это чувствуешь? Круиз-контроль есть здесь? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Да стопудово где-то есть. Что, в 2013 году компания Mazda Motor Corporation представила данный автомобиль. В 2016 году вышел его рестайлинг, а в 2019 мы с Александрой здесь, в поле, в Солнечном. Да, кто мог подумать, да, на заводе, что вот в такую ебалу машина подзвезла? Да, в Красноярске настали тяжелые времена. Времена двух курток, двух штанов и перчаток у Артема на руках. Но это нас не останавливает, потому что в этом видосе должно быть прекрасно все. У нас красивая машина, у нас красивая Саша, понимаешь? И это уже как-то греет, чувствуешь? Или это коньяк? Автомобиль-то стоит почти миллион рублей. На единицу. Так у меня это из головы не выходит все это время, понимаешь? Единицу просто. Один. Ну, это прям нормально. Нет, чувствуешь прям, ну все, мы гоночные. Че ты, блядь, куда ты лезешь на Веста? Там Веста Спорт что-то, ну, видимо, обиделась на Мазда. А кто-нибудь еще ездит за рулем в твоей машине? Нет, только я. Поздравляю. Только мы. Ну вот отсюда ничего не предвещает, да, что это Мазда? Вот что-нибудь типа Киа, да? Но сейчас они все стали похожи, безусловно. Меня это и бесит. Я вчера за Королло ехал и минут 15 думал, что это Веста. Но у меня одной линзы не было, понял? Я вот так перебегал. Так еще как-то, возможно, помягче будет. 100. 100. Но 10 с лишним секунд. Ну проедьте лучше, я хуйну делал. В чем проблема? Ну вот у меня столько получилось. Все. Мы девочка. Так. Ну вот. Мы копили-копили. Работали-работали. До мозолей. Так. Ну мы не про Александра сейчас, естественно. Вообще. Вообще-образно. Образно говоря. Да, вот работали. Типа, если курим, то рука все равно вот так дергается. И вот. Мы зарабатываем на беленькую, красивенькую массу. Свежую практически пробега 60 тысяч. Она еще на гарантии должна быть. Да, она на гарантии. И там еще год гарантии у тебя до 20-го года будет, да? Да. В общем, мы девочка. Да. Мы накопили миллион рублей. Как мы себя ощущаем? Кофе у нас есть где поставить, правильно? Факт. Какой-то монитор типа есть. Можно что-то там нажимать, пока ты ебланишь. Телефон пока разряжен и заряжается. Так. Не подсветили даже. Да, короче. Это... Возмущен. У меня была моста шестерка 12-го года. Ну, тоже в новом кузове. И там, ну, соответственно, было вот тоже все вот. То же самое примерно. Ну и подсвеченные хорошо, зеркалатые. Ну, это же удобно. И ты понимаешь, я сажусь краситься с утра в машине за рулем. Ну, естественно. Я же девочка. А света нет. Все. Думала продавать обратно. Минусанулась. Да ну, это хуйня какая-то, да, типа? Несерьезная, блин.